Число заболевших ковидом растет, а очередь на вакцину по-прежнему небольшая. За последний месяц участились случаи заболевания у трудоспособной части населения от 30 до 49 лет, а также среди пожилых. Чаще стали болеть и дети. Специалисты обеспокоены. С таким развитием событий коллективного иммунитета добиться гораздо труднее. Народ почему-то идет тот же самый на ревакцинацию, а нового народа на вакцинацию против ковида, к сожалению, не идет. На повторную вакцинацию, да. Идут, спрашивают, а чтобы новых сподвигнуть на такой подвиг, все-таки почему-то ничего не учат, никакие примеры. Почему-то идут на ум людям одни негативные примеры от вакцинации, хотя я с уверенностью могу сказать, мы привили около 20 тысяч человек, что все совершенно благополучно. На сегодняшний день в Алтайском крае привито около 30 процентов населения, что почти в два раза меньше заявленного плана. Чуть-чуть не дотягиваем до 30 процентов. То есть сегодня у нас население 2 миллиона, чуть больше, да, тысяч человек и привито почти 700. Причем 700 – это находятся все. И те, кто получил первую прививку, еще не законченная вакцинация, и те, которые люди у нас уже имеют законченный вакцинальный комплекс. Специалисты надеются, что к декабрю все-таки удастся осуществить прививочный план, а это 60 процентов населения края. К слову, наибольший показатель привитых по-прежнему приходится на пожилых. У нас есть до сих пор еще население, которое не верит в коронавирус. Считает, что он придуман. Ну, коллеги, по-моему, уже у каждого, если не в семье, то среди знакомых, среди коллектива есть печальные случаи. Но мы должны учиться на чужих ошибках и не наступать на те грабли, на которые уже наступили многие из нас. Растет и уровень заболеваемости ОРВИ. В крае полностью закрыто три школы и два детских сада. Если в детских садах и школах отсутствует больше 20 процентов детей по причине именно заболеваемости ОРВИ, то есть предписаниями управления данные коллективы приостанавливают учебный процесс. То есть детские группы закрываются на семь дней, а в школе также они распускаются на дистанцию. На дистанционное обучение отправляют и студентов. Также Распотребнадзор направил заявление на ужесточение антиковидных мер. К слову, больных гриппом в крае не зафиксировано. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.